Вижу чудное приволье, вижу реки и моря... Каждая эпоха она дала для нашего искусства много. И тогда русские хоры, которые, понимаете, образовывались... Вот уральский хор, в котором я пела, ведь это 43-й год. Это когда, представляете, это как симфония Шостаковича, когда блокадный Генинград. Это люди в это время организовывались. И вот это сопротивление, вот эта истовость, она как бы осталась, потому что в то время было такое. У кого-то это дальше как бы продолжалось. Это все, ну это создано, это уже факт нашей советской культуры, русской культуры советского периода, я бы так сказала. И это надо любить и знать. Да неужели наша большая страна песенная недостойна, что в каждой губернии огромной по возрасту и соответствующей там какому-то государству Европы не должно быть и такого советского хора. Но что мы на эту тему спорим? Да когда ты вот смотришь этот хор, и сейчас они идут разными путями, и все непросто. Но, понимаете, должны быть эти хоры, должны быть ансамбли. И вообще все должно быть, и не надо критиковать. И должен быть и фольклор. И каждый вот по своему разумению, по своему миропознанию, по своему умению должен служить русскому искусству. Кто-то в ансамбле, кто-то в фольклоре, кто-то в хоре, кто-то сольно. Но это служение России. Это наш внутрирусский спор. Мне нравится его сегодня одно, завтра другое. Но это многообразие русской культуры. А вы понимаете, что мы сейчас говорим об этом, а когда уже этого всего нет в общем вещании, нигде, если раньше на радио, то были и хоры, да, постоянно было озвучивание русского понимания, миросвязица не жить. Теперь этого вообще нет. Что сейчас мы видим? А мы еще спорим все о том, хорош ли хор и что. Да они должны звучать вообще из каждого утюга все то, что дорого, все то, что прожито. Продолжение следует...